Сейчас я являюсь студентом первого курса Российского национального, ну, в общем, второго медицинского университета, лечебного факультета. Началось все с того, что я учился в медицинском училище еще тогда, и уже понимал, что у меня этот год будет последний, когда я учился, и, конечно, хотелось бы продолжить дальнейшее обучение в университете, то есть все-таки получить высшее образование. И, как и все, так сказать, абитуриенты, хотел найти хорошие курсы, чтобы и по времени совпадало, и, естественно, по деньгам в наше время, потому что сейчас у каждого свои возможности, и одновременно получить хорошее знание, чтобы подготовиться. Открыл много разных сайтов в интернете, прям список сейчас можно найти, времени тоже было мало. Искал, конечно, и поближе к дому, все равно, потому что тоже понимал, что ездить на другой конец Москвы все равно тяжело. И как-то так нашел для себя некоторые варианты, куда-то дозвонился, где-то не дозвонился, где-то уже был набор. И я говорю, ну, у меня времени уже не было, я говорю, мама, да, ты сама позвони, узнай, ну, какие там, в общем, условия. Мама с вами пообщалась, вы очень сказали, ну, правильная вещь, особенно мама говорит, что здесь запомнился вопрос, который, наверное, она говорит, для нее сыграл ключевую роль. Она говорит, вот, нам нужно сдать ЕГЭ, и вы сказали, так что вам нужно, получить знание или ЕГЭ сдать? Вот, и мама так удивилась, говорит, очень необычный подход в наше время. Мама сказала, ну, нужно дать ЕГЭ, ну, и знание, конечно, получить, потому что куда сейчас в наше время, ну, и так все понимают. Все, вот, и поэтому я решили ходить к вам, потому что условия все совпадали, и в целом не ошиблись с выбором. Все очень здорово. Очень понравились преподаватели, когда увидел Баталов Артем Игоревич, что очень, когда увидел, сначала подумал, ну, все равно оцениваешь человека. Интересно было, сколько лет, что, как, ну, смотрю, не особо такой уже взрослый, такой, думаю, примерно, наверное, моего возраста, хотя, думаю, чуть старше, а потом уже оказалось примерно одного, но все равно очень большое спасибо Артему, потому что, наверное, он своим примером показывал, ну, для меня, в всяком случае, не знаю, может, для кого-то это не так решающе, для меня это очень было полезно, показать именно своим примером, что в таком возрасте чего можно достичь, к чему можно стремиться, потому что очень у него большой объем знаний, очень чувствуется, что он именно разбирается, он именно специалист, да, в тех деталях, в которых он говорит, и чувствуется, что он именно знает знания глубоко и надежа, то есть не просто на поверхности, а именно глубоко. И, естественно, захотелось точно так же получить знания, тем более мне всегда нравился раздел волекулярной биологии, и он так хорошо его рассказывал, объяснял, что поэтому прям заряд энергии от него исходил. И Александр Сергеевич тоже очень хороший преподаватель, и понравилось, что он очень, опять-таки, мотивировал на обучение именно тем, что его подход к обучению заключается не просто передача каких-то знаний, а возможности донести до студента, до питуриента тех знаний, которые он пытается по-доброму и на наглядном примере каком-то показать. То есть этот человек сам еще, помимо того, что просто дает знания, видно, что он сам этим извлечен, что самому это интересно. То есть это знания не просто, типа, даются, ну, потому что у него работа такая, а потому что ему самому хочется это делать, и хочется, чтобы его ученики тоже чего-то достигли. То есть это такой взаимный прогресс, скажем так. Поэтому я очень доволен преподавателем, и что мне и по биологии был такой, и по химии, и организатор такой, поэтому все устроило только сугубо положительное впечатление. На самом деле пусть каждый решает сам, куда ему идти, это дело личное каждого. Просто, грубо говоря, у меня среди всего списка того, что было, этот вариант я считал самым приемлемым, потому что очень, если оценивать знания, очень хорошая база, которая это дает, очень большое количество знаний. То есть если человек действительно настроен на обучение, настроен заниматься, сидеть и готовиться, и он действительно хочет получить пользу от обучения, то есть не просто прийти, а сидеть и уйти, а чего-то узнать. То есть для того, чтобы учиться, в любом случае, нужна своя личная заинтересованность. А тут очень большой объем знаний, хороший, именно интересный, и дается он в таком формате, в котором можно понять все. Если сесть, разобраться, все можно понять. То есть презентации есть, посмотреть на манегенах тоже все это есть. Фильмы научные посмотреть, наверное, тоже самое, расслабиться, и как-то все-таки целиком все в фильме смотришь, как-то 3D-модель, а все равно тоже усваивается лучше, тоже это все есть. У преподавателя спросить тоже всегда все можно. Еще понравилось то, что группы небольшие, то есть всегда группы маленькие, и есть возможность поработать преподавателю с каждым учеником. И что тоже очень мне помогло, это прорешивание тестов после каждой пройденной темы. То есть была тема по биологии, по химии, после этого давался тест, очень приближенный к ЕГЭ, множество вопросов, причем вопросы составлены действительно такие, и что нужно думать, вопрос с каждым состоит таким образом, что если ты знаешь, ты ответишь, а если ты не знаешь, то ты уже не получится ответить. И оценивалась каждая часть, та же самая часть письменная, каждый ученик потом мог с преподавателем разобрать, преподаватель указывал, как лучше писать, какие ошибки допускал, причем эти ошибки, они участвуются не только от позиции того, как это будет приниматься проверяющими ЕГЭ, но и также сами знания, как лучше их структурировать, как лучше написать по пунктам, чтобы все шло и не было никаких потом недомогутств. Хочется пожелать дальнейшего развития, более широкомасштабного, потому что действительно сейчас в наше время не хватает очень много хороших людей, кто будет именно сверху контролировать все, ну, структуру, чтобы была именно, контролировалась вся, чтобы не было черных пятен слепых вот этих мест, где что-то будет утекать. Вот. Желаю продолжать в том же духе, чтобы была и поддержка со стороны, чтобы люди, которые вас окружали, именно тоже не тянули вниз, а именно помогали по-доброму, от сердца, расти только меня.